Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли христианину кидать жребий и верить в него? Нет, нет и еще раз нет. Расскажу и вам, потому что не надо заигрывать с небесной канцелярией таким специфическим методом. Я понимаю ситуацию, когда какой-нибудь старий Зосима вынимает из специальной коробочки бумажку с именем будущего патриарха. Но совершенно была исключительная ситуация, отсутствие, это я говорю про историю поместного собора 1917-18 годов, когда патриархы действительно избирались с методом жребия в конечном итоге. Но ситуация совершенно уникальная и неповторимая, когда никто, в общем-то, не хотел быть патриархом. В ситуации, когда быть патриархом Русско-Православной Церкви в 1917 году, это значит стать мучеником и нести огромную ответственность за убиваю мою большевиками церковь, идти на какие-то компромиссы и быть мучеником при жизни. Поэтому церковь впервые обратилась к такому методу, когда святой в жизни старец, помолившись усердно с огромным количеством архиереев, митрополитов и мирян, веря, что воля Божия существится, выбрали святежий патриарх Тихонов. И действительно, он был мучеником при жизни и стал таковым по смерти. Но у нас-то что? Мы же не хотим волю Божию найти. Поместный собор искал волю Божию, да свершится она. Кто сможет управлять церковью в такой непростой период жизни? Кто сможет её сохранить с наименьшими потерями? Кто? Мы не знаем и боимся сами выбирать. Господи, ты укажи. Но здесь же вы же не будете жребий писать. Мне можно тщеславиться или нельзя тщеславиться? Мне заниматься чего угодим или не заниматься? Мне спасать свою душу или погибать? Или губить её? Нет, никто не будет из вас писать такие вопросы. Будете думать, покупать биткоины, продавать, уезжать или переезжать, или оставаться, учиться, не учиться, замуж выходить, жениться. Все ваши жребия будут только об одном. Как свою жизнь устроить благополучно, ярко, богато, сыто, чтобы нам всё было, а нам за это ничего не было? Мы об этом. Такое жребие вы же хотите таскать, вытащить. Там из иконочки, там что-нибудь, там кто-то пишет записочку, потому что это вытягивает. Это гадание. Гадание запрещено ещё в Ветхом Завете. Поэтому бросайте эту идею, никогда никакие жребия не кидайте. Я уже молчу о том, что, получается, ты отдаёшь свою жизнь воле случая. То есть не думать, что боженька вашу руку направит к нужной бумажке. Нет, просто ты отдал свою жизнь в руки большого ничто. И просто, что выпало, теперь так и живёшь. Как зомби, как марионетка какая-то, как кукла на руке сидящая. Ну как так можно свою жизнь отдать просто наугад? Это в любом случае поступок не очень психически здорового человека. Поэтому молитесь о том, чтобы Господь указал вам путь, по которому идти. Старайтесь так, чтобы не было нарушения заповеди при осуществлении той или иной мечты. И чтобы это вас не отдалило от Царства Божьего и не мешало вам быть хорошим христианином. Не мешало вам стяжать Царство Божие всей в жизни и в будущем. Пусть Господь всем нам поможет. А вот так угадывать волю Божию невозможно. Ибо нет воли Божией о том, чтобы ты конкретно что-то здесь сделал. Так или иначе. Воля Божия об одном. Чтобы ты что-то делал без греха. Правильно. А что ты уже сделаешь? Не имеет, собственно, какого-то особого значения. Если это не играет принципиальной роли для твоего спасения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.